С двадцатого по тридцать пятый стих сегодня разберем. Сегодня мы ответим на вопрос, что такое непростительный грех. Есть ли такой и что именно является непростительным грехом. И этот фрагмент с двадцатого по тридцать пятый стих, люди, которые изучают Библию, называют сэндвичами или бутербродом Марк. И таких бутербродов у Марка, или восемь, или девять штук, в чем смысл в том, что он начинает рассказывать какую-то историю, потом в середине идёт как будто бы отвлечённая какая-то тема и потом дальше опять продолжение того, что было перед этим. То есть получается как бы два хлеба и внутри это как раз вот мясо, которое смысл есть того, что хочет передать Марк. То есть для заправки в начале и в конце, а чтобы понять суть, смысл, в середине вот этого вот как будто бы отвлечения. И вот давайте почитаем. Двадцатый стих. Приходит дом и опять сходится народ, так что возможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он не жил из себя, то есть сошёл с ума. Ближние его, то есть имеется ввиду его семья. И услышав, ближние пошли так. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе визеулы и что изгоняет бес от всего бесовского князя. Ну либо когда сначала родственники говорят, что пришли его забирать, а тут переход на книжников. И призвал их к говорили за речью, — как может сатана искать насantasleye. Если царство разделиться само в себе, не может欠 тобой царство. И если дом разделится сам в себе, не может высокая дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец alguma. Никто, обойдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прижд Ci-ужине свяжет сильного , итак Oct люди… дом Него. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хулиния, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Но предподложит Он вечному осуждению. Сие он сказал, потому что говорили в нем нечистый Дух. И дальше опять хлеб. И пришли матери братья его, и стояв мне дома, послали к нему звать его. Уколо него сидел народ. И сказали мне, вот, матерь твоя, братья твои, и сестры твои меня дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя? И братья мои. И обозрев сидящих, вот у себя говорил. Вот, матерь моя, и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот и мне брат, и сестры, и матери. Сразу, как бы, прежде чем мы пойдем по стихам, будем разбирать, я хотел бы ответить на вопрос, что же такое непростительный грех? Стоит ли нам волноваться над тем, совершили мы его или не совершили? И стоит ли опасаться, чтобы его каким-то образом не хотят не совершить? То есть непростительный грех это когда когда ты видишь проявленную силу Божию, какие-то чудеса, какие-то знамения, и говоришь, что это не Бог, а дьявол. Вот это есть непростительный грех, то есть хула на Буха Святого. То же самое, когда, допустим, когда Бог решил свести на земный потоп, Он сказал, мне вечно Духу моему быть пренебрегаем людьми. То есть это тоже каким-то образом было связано с тем, что Его Дух он был людьми как-то, то есть они грешили против Духа Святого. И люди думают, что можно ну там допустим есть какие-то допустим могут быть какие-то проявления в Церкви, которые одни люди считают, что это проявление Духа Святого, а другие считают, что это не проявление Духа Святого. Или, например, что есть люди, которые говорят, что Бог успокоился на Святой Духе, поэтому сейчас Он ничего не делает, никаких не исцеления ночевых. А если это происходит, то они говорят, что это не Бог. Главным фактором того, что ты совершил непосительный проект или не совершил, является тот момент, что ты видишь произошедшее чудо. Конкретно своими глазами. Потому что вот когда мы читаем «Приходят в дом, сходят народ так, что невозможно требовало если слышал ближнее, пришли его выявили, что он вышел из себя. Они говорили, хулили сына, и это им прощается. То есть мы видим вот эту разницу, что когда ты говоришь, это на Иисуса, Христа, тебе это может проститься. Но если ты говоришь обета святого, а книжники пришедшие из Иерусалима говорили, что он не в себе верил. И изгоняя беса силой весовского князя. То есть они пришли, они видели это, когда народ собрался, естественно, он какие-то дела делал, слова говорили, и они назвали это, что это, то есть они это видели. Люди, семья, которая стояла снаружи, они могли этого не именить. Но те книжники, которые пришли из Иерусалима, они находились внутри и они видели. Давайте по стихам. То есть первым мы немножко объясним, что про седину. А книжники, пришедшие из Иерусалима. То есть видно, что и мы по контексту понимаем, что то место, где находился Иисус, это не был Иерусалим. Если с Иерусалима приходили книжники, это было великое событие для того города. Потому что Иерусалим был центром мудрости, был центром управления, был центром всякого принятия или непринятия всего, что происходит. Если люди куда-то сбивались с пути, то приходили с Иерусалима книжники фарисеи и наставляли что нет, вы здесь делаете неправильно, вот так направо. Или наоборот говорили, что вы молодцы, вы делаете правильно, все по закону, и так далее. То есть они были как суд. И когда эти книжники находились с Иисусом, говорили, вот форма глагола говорили, свидетельствует о том, что они не просто сказали в момент, когда это было действие, а они говорили, они распространяли молву, то есть они постоянно говорили, то есть они ходили и людям рассказывали, что Иисус изгоняет делой чудеса силой Вильзилула и он изгоняет бесов силой бесовского князя. Еще интересно, что они говорят Вильзилула, а не сатаны или дьявола. Вильзилу это божество Акаронское, которое Аккарон, Аккаронское, или Фильстерлян, они ему тоже поклонялись. И на оригинале он звучит Баалзибу, то есть господин мух. В той местности, где нет зимы или снега, мухи это очень серьезная проблема. И вот это божество оно как бы те люди, которые в них верили, они верили, оно было над мухами. То есть оно как бы повелевало мухам. Мухами, повелителем мух. да, но в израильском как бы то есть я не знаю каким образом это произошло, но израильтяне присвоили дьяволу вот это вот вот это вот имя повелитель мух, потому что оно как бы сродни мухе это бесы, что-то нечистое, что-то грязное, а он повелитель. Но оригинальное название, оригинальное имя, оно присваивалось вот этому богу мух. И ну я не знаю верили ли они, что филистинляне это божество коронцы.